Руководство Газпрома заговорило о том, что малые поселения будут отмирать, их невыгодно финансировать. Государство должно сделать выбор, мы развиваем какую-то крупную агломерацию, которая способствует росту производства в одной точке, или мы вытягиваем еще 5-7 условно умирающих городов, которые тащат за собой достаточно большую социальную нагрузку, сказал первый заместитель генерального директора компании «Газпром Инвест» Илья Козлов на форуме «100 плюс» в Екатеринбурге. Возможно, это лишь совпадение, но на днях стало известно, что именно «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний по версии «Форбс». Чистый убыток монополии по итогам 2023 года составил 583 миллиарда рублей, и это первый убыток за 25 лет. В последний раз корпорация получала его по международным стандартам в 1999 году. Тогда убыток составил 79,3 миллиарда рублей. Конечно, очень удобно указывать на невыгодность финансирования развития малых поселений и малых городов, когда стоит задача проводить нерентабельную газификацию в Сибири и на Дальнем Востоке, вместо того, чтобы, как и раньше, припеваючи гнать газ за границу с большой моржой. Однако совершенно безответственно пытаться манипулировать такими серьезными темами, как будущее малых городов, поскольку именно малые города составляют большую часть площади страны. А вот городов-миллионников в России всего 16. Так что, в угоду таким гигантам, как «Газпром», надо просто бросить в небытие и так гибнущую глубинку? Своим мнением с накануне поделился экономист, руководитель Института нового общества Василий Колташов. Почему из уст руководителя «Газпрома» звучат призывы не финансировать малые города? И почему именно сейчас? «Газпрому» приходится сейчас очень тяжело. И именно этим, пожалуй, объясняется позиция представителя «Газпром Инвест» слова о том, что малые города не надо финансировать, что они все равно зачахнут и погибнут. Это выглядит как очень старая неолиберальная оппозиция, которую мы слышали тысячу раз в прежние годы о том, что все деревни умрут, сельское хозяйство умрет, все малые и средние города умрут, останутся только одни мегаполисы, агломерации, гиганты. А больше не будет ничего. Вот это мы слышали тысячу раз, и это подводилось в эти лозунги, идеи, может быть, как обоснование сокращения расходов. Почему не надо тратить на это? Между тем, мы понимаем, что развитие экономики предполагает распределение населения по пространству. Нужно больше мегаполисов, нужно больше средних городов, и малые города тоже, в общем-то, нужны. Другое дело, что развитие транспортной системы обеспечит связь с этими малыми городами. Но эти малые города могут быть связаны с добычей и переработкой полезных ископаемых, например. Это затратно. Добираться до них, строить инфраструктуру затратно. Проще, например, отменять электрички. Помните эту идею отменить электрички, которую Владимир Путин там остановил после волны просто протестов? И население, экспертов прекратили отмену электричек. Но это вот из этой же оперы. Давайте закроем дороги во все электрички и отменим во все малые населенные пункты, потому что они должны умереть. Ну, нет. Это ущербная неолиберальная позиция, которая не согласуется, не может быть согласована с развитием страны. Почему так? Потому что нам необходимо максимально качественно освоить и собственное пространство в экономическом смысле. Это значит, что нужны и мегаполисы, и средние города, и малые города. Конечно, мы понимаем, что процентное распределение населения будет в пользу мегаполисов теперь. Да, мы это понимаем. Но с другой стороны, понятно, что мегаполисы достигли очень высокого уровня цен на недвижимость, и это стало неподъемно дорого, и нужно расселять их административно, то есть распределять по городам менее значимым. Но вот Владимир Путин предложил правительству до конца ноября подготовить расселение такой крупных компаний, компаний с госучастием по крупным региональным центрам из Москвы, чтобы разгрузить Москву с безумным ценником на недвижимость, просто безумным, что, в общем-то, не согласуется с экономическим развитием. И поскольку здесь вот этот механизм повышения цен на недвижимость по мере роста населения городов, он все равно продолжает работать, то мы не должны забывать о том, что единственное спасение это перемещение в пространстве. То есть в малых городах при правильной политике, политике развития собственного обрабатывающего сектора, при политике развития пищевой промышленности, усложнение всей деятельности в сельском хозяйстве, в этих малых городах можно жить и процветать. Вот это очевидно. Но если политика носит характер неолиберальный, продиктованный рецептурой Международного валютного фонда, что зачем России заниматься обрабатывающей промышленностью, зачем заниматься тем этим, ну в этом случае все может быть очень-очень плохо. Для Газпрома сейчас, очевидно, большая нагрузка имеет значение, да, то есть и социальная нагрузка, и проблемы, связанные с тем, что Китай не хочет покупать наши энергоресурсы по хорошей, справедливой цене, хочет платить очень мало. И это толкает менеджмент в сторону рассуждения о том, что надо бы все расходы зажать. И отсюда же и советы правительству зажать все расходы. Но в таком случае экономический рост зачахнет. Это плохо. Но не все это понимают. Однако, если вспомнить ситуацию 2008-2009 годов, даже 10-го годов, то тогда неолиберальные экономисты, в том числе и высокопоставленные чиновники, говорили, что раз доходы бюджета упали, то, значит, и дороги строить не надо в России. Когда доходы бюджета вырастут, мы будем строить дороги. А пока они снизились из-за колебаний цен на нефть, ну и не надо этого всего. И здесь та же самая история. Пониженные цены на углеводороды, проблемы с добычей и транспортировкой газа. Газпром может больше газа поставлять на мировой рынок, но есть здесь трудности. Ну, потому что удар беспрецедентный по компании. Ни одна компания, мне кажется, энергетическая не получала такого сокрушительного или вредоносного удара со стороны американского государства. Никто никогда. Взорвали два газопровода. Газопровод на Украине непонятно как функционирует. Газопровод через Польшу не функционирует, потому что поляки встали дыбом, чтобы его остановить. Остановить этот маршрут. То есть все, это удары очень серьезные по Газпрому. Но из-за этого надо делать вывод. Развитие собственной портовой системы, больше жидкого, жирного природного газа экспортировать. Потребуется много энергоресурсов для обрабатывающей промышленности, да даже для майнинга в Сибири. Потребуется много энергии. Поэтому Газпром будет жить и развиваться как компания. Но и малые города будут жить и развиваться. Можно ли ожидать, что в 2025 году Газпром выйдет на доходность? Вопрос о рентабельности Газпрома в 2025 году очень непростой. Потому что все зависит от того, какие будут цены на нефть. Потому что спотовые цены на газ, на жижный природный газ, они привязаны все-таки к рынку нефти. Сейчас мы наблюдаем нечто вроде ценовой депрессии. И еврочиновники, и американские политики, в том числе Белый дом, говорят о том, что они смогли победить инфляцию. В последнее время нефть начала расти от 70 долларов, там подскочила к 75 и может пойдет выше. Но мы ведь видели и 90 с чем-то долларов цены. И в общем-то можно было бы рассчитывать и на 100 долларов за баррель, учитывая, насколько доллар обесценился в золотом выражении. И в этом смысле, конечно, все зависит от обстоятельств. Потому что если будет нарастать спрос и экономическая активность в странах БРИКС, прежде всего, в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, в Африке, то увеличение спроса на энергоресурсы, оно приведет к тому, что Газпром, что и цены поднимутся, и выручка Газпрома выйдет наверх. Но вот будет ли это точно в 25-м году? Или будут преобладать по-прежнему такие факторы, как проблемы в экономике Евросоюза, разрушение промышленности и потребления там, немалые проблемы в экономике Китая, который, хотя и перестраивается, переходит на рельсы машиностроителя планеты, все-таки имеет проблемы с избытком производства цемента, стали. То есть, в целом, китайская экономика – это экономика, ну, достигших пределов, в общем-то, начавших сдуваться пузырей, ну, на рынке недвижимости, в частности. То есть, экономика проблем, экономика, где растет неустроенность молодежи в Китае. Есть много вот этих признаков, которые не в пользу хороших цен на углеводороды, хороших для Газпрома, и, соответственно, выхода на рентабельность. Но, может быть, в 25-м году компания закроет год без убытков. Вот это был бы хороший результат. Если выйдут хотя бы на небольшую прибыль, ну, что ж, тоже замечательно. Но это очень сейчас сложно прогнозировать, потому что мы даже не знаем, насколько сильное влияние на рынок углеводородов окажет дальнейшее развитие конфликта вокруг Израиля и с Израилем. Против Палестины, Израиль, да, или, значит, Ирано-израильский составная конфликта. Мы пока этого не знаем, как это повернется. Может быть, это поднимет цены на нефть очень сильно, там, в зону 90-100 долларов за баррель. Что, в принципе, можно ожидать. А может быть, и нет. А может быть, и нет. То есть, очень много непредсказуемости сейчас. И она продиктована, но она, в общем-то, военно-политический характер носит это непредсказуемость событий. Подписывайтесь на канал накануне и следите за новостями в нашем телеграм-канале. Все ссылки в описании.